14 октября в нашей стране отмечается государственный праздник – День защитника Украины и покрова Святой Богородицы, которую запорожские казаки считали своей святой покровительницей. К этому празднику был приурочен торжественный концерт в районном Доме культуры. За активное участие в сборах резервистов территориальной обороны Одесской области глава Ренийской райгосадминистрации Петр Дамаскин наградил грамотами Алексея Бойко, Петра Карагяура, Валентина Брату и Сергея Иваногла. Представитель народного депутата Украины Александра Урбанского Ольга Калугина передала поздравления и лучшие пожелания инвалиду войны Антону Ивановичу Руха. Памятайте про тих, что без вести пропали. Памятайте про тих, что не встали, как впали. Памятайте про тих, что згорели, как зори, таки чисті и честні, как повітря прозори. Памятайте про тих, что за правду повстали. Памятайте про тих, что лягли на заставах. Памятайте про них. Менше в світі могил, ніж безсмертних героев. Памятайте про них. І в праці, і в пісні. Хай відомими стануть всі герої безвісні. Схилимо голови низко перед пам'ятцю і подвигом славних синів, славних воїнів-безволителів. Господи, спляйте на цю землю. Благословено тобою. Дай кожному з нас розум і терпіння. Хай на українській землі запанує такий довгоочікуваний мир. Ряди защитников Отечества ежегодно пополняются молодым поколением, о чём накануне праздника нам рассказали работники военкомата. С 1 октября у нас начался синий призыв. На сегодняшний день мы призвали 5 человек с нашего района. Плановое задание на район у нас 10 человек. Надеемся, в этом году мы выполним. Большое спасибо родителям. У нас ушло 3 человека, которые не достигли 20 лет и ушли в армию после достижения 18 лет. Как известно, сейчас призыв на срочную службу начинается с 20 лет, но по разрешению родителей человек может уйти по достижению 18 лет. Большое спасибо родителям, которые отнеслись с пониманием. Поверили в том, что будущее есть за украинской армией. Отправили своих детей. Преимущественная часть из этих пятерых у нас попала в национальную гвардию. Один человек уехал в Киев, но остальные будут здесь, в Одесской области. Ориентироваться вполне возможно даже в Измаиле. Сейчас там создаются новые подразделения национальной гвардии. Скорее всего, что они могут попасть туда. В настоящее время военкомат проводит очень большую работу по отбору людей на контрактную службу. У нас основная масса людей, которые уходят служить, это в Болград отдельный десантно-штурмовой батальон. Там на сегодняшний момент служат наши земляки. Стрелов Андрей, старший лейтенант. Недавно уехал Диардио Максим. Сейчас готовится несколько человек. Ну и плюс, есть у нас женщины, которые тоже призываются, тоже идут на контрактную службу. Очень большой объем работы идет по проведению сборов резервистов оперативного резерва. То есть это те военнослужащие, которые уже отслужили, отдали свой долг по защите Родины, вернулись. И раз в год они проходят вот эту вот подготовку. В этом нам помогают руководители предприятий, потому что человек, который призывается на сборы, он получает, за ним сохраняется зарплата, сохраняется рабочее место. В течение 30 дней он проходит переподготовку и дальше продолжает работать на своем предприятии. С праздником всех казаков, всех настоящих мужчин, всех, кто готов всегда прийти на помощь своей стране. Особенно тех, хочу поздравить тех, которые участвовали в антитеррористической операции. У нас более 40 человек из района принимали участие и сейчас являются ветераменами. Которых мы тоже не забываем, которых мы тоже всегда рады видеть в нашем военкомате и оказывать им любую возможную помощь. Присоединяюсь к поздравлению военного комиссара, к всем жителям нашего района, к мужчинам, женщинам, которые в своей жизни были связаны с вооруженными силами, были причастны к захисту Украины. Особые слова приветствия участникам антитерористической операции, которые у нас находятся в очень большом возрастном диапазоне, от 20-летних парней до 60-летних уже зрелых мужчин. Хочу пожелать всем патриотам нашей страны, патриотам Украины крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. И давайте не забывать, что эту уверенность в завтрашнем дне мы должны крепить собственными руками, своим трудом, своим отношением к воинской службе. Большое пожелание к тому, чтобы все-таки исчезли страхи, исчезли опасения по поводу срочной службы, чтобы было больше желающих служить по контракту. Тем более, что государство старается материально поддержать тех, которые избирают военную специальность, как свою основную жизненную деятельность. И еще раз напереду дню праздника всем кричайше здоровья и самого лучшего. Для всех защитников Отечества творческие коллективы Ренинского районного дома культуры подарили праздничный концерт. Отечества творческие коллективы